7 лет. Так как сейчас Путин убил новый закон, что до 15 лет, но под эту статью он не попадает, конечно, я бы хотела, чтобы ему дали больше. Ну, дали как дали. Вы вообще как-то общались с той стороны? Никак. Когда они выходили с вами на контакт? Они позвонили мне один раз, на 57-е сутки после смерти сына. Один был звонок от его сестры. Она пронесла свои символезнования, и все. Больше никаких контактов не было. Не приезжали, не звонили, ничего вообще никак. И никакой помощь не вызывали? Никакой, никакой. А материальную компенсацию, вот вы в таком размере просили 800 тысяч? Мы просили в размере миллиона рублей. Но он, подсудимый, попросил поменьше, так как у него двое детей, мама там, и поэтому дали вот ему поменьше 800 тысяч. Вообще знаете, как это? Он шел по обочине, уехал, он его сбил. Больше ничего я могу знать. То есть он не переходил дорогу? Нет, он не переходил, он просто шел по обочине, никому не мешая. Он ехал пьяный. Он был вновь просто пьяный, просто славный. Даже исследователь сказал, что у него привезли на допрос, и он был пьяный. Как он говорит, что он все понимал, да ничего он не понимал. Что его к моему сыну не пустили помощь оказать. Только почему-то он ринулся не в правую сторону, где мой сын лежал на обочине, задыхаясь собственной кровью, а в левую сторону он пошел, в сторону переезда, чтобы уйти с места происшествия, а не оказать ему. Вызвали очевидца, и скорую вызвали, и полицию вызвали очевидца, а не он. Он ничего не сделал. Он только взял свою барсетку и пошел в сторону переезда, где его остановили. Он хотел скрыться с места преступления. Вот и все. Будете ли вы добиваться обжалования приговора, в конце концов, насколько понимаю, вы хотели все-таки, чтобы больше был срок? Есть ли у вас такой в планах? Вообще есть. Мы будем разговаривать с своим адвокатом, будем решать эти вопросы. Может быть, даже мы будем подавать. Я вообще думала обратиться на передачу «Пусть говорят» или к Малахову, чтобы нам помогли. Может быть, мы даже будем стараться туда попасть. Так что ждите, смотрите. А вот это жена его была, да? Это его не жена была, это его гражданская жена. Хоть он официально в браке, но жил он с гражданской женой. Он не развелся, они просто в браке стояли, но не жили. И это ему смягчило то, что он как женат официально, двое детей. Вот поэтому, наверное, это ему смягчило то, что у него боевые заслуги. А какие у него боевые заслуги? У него спросили, какие ордена у тебя, он даже не знает, какие у него ордена. Если у него боевые заслуги, он должен убивать детей ходить, сидеть за рулем пьяным, это его не освобождает от ответственности. То, что у него мама инвалид третьей группы, ей 70 лет. А мне кто поможет? У меня ребенок инвалид, который в этой жизни не сможет жить без помощи родителей, без помощи взрослых. Ему 10 лет. Дочке моей 5 месяцев. Я также ему вытираю попу, когда он входит в туалет. Я корну его с ложки, я его одеваю. Ему 10 лет, он за собой не может ухаживать, потому что он инвалид. На фоне этого у него обострелы за болезнью. Каждый вечер он плачет, задает мне вопросы, когда придет его брат. А я не могу ничего ему ответить, не могу объяснить. Потому что его брат живет на ней. А он этого не понимает. Все. И сестра его никогда не увидит. Новая, маленькая. Все, что я могу вам сказать.